Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телекомпании «Город» программа «Подробности». В нашей студии писатель Юрий Манов. А говорить будем о фестивале фантастики. Поехали! Ну что ж, здравствуйте! Здравствуйте! И, собственно, поехали. С чего фестиваль берет начало? Когда это зародилось? Самое интересное, что в Рязани это уже будет второй фестиваль. Зародился он на окраинах нашей великой страны. То есть получилось так, что писательская масса у нас сосредоточена в столицах, в Москве и в Питере. А читательская аудитория отправилась по краям. И поскольку нет конкретного общения автора с читателями, наоборот, вот и было принятое решение вести писателей к читателю. То есть, если гора не идет, то надо привезти гору. Таким образом, первый фестиваль прошел в Калуге. Потом в прошлом году в Рязани как раз у нас был посвящен полету первого спутника. Так совпало. Потом в Твери и опять к нам. А как все это происходит? Собираются люди? Как это все? Насколько массово, зрелищно? Есть оргкомитет, который собирает лучших авторов. Среди авторов это Лукьяненко, Громов, Первушин, Каганов, ну и остальные. Они собирают этих авторов и предлагают на выбор, куда мы поедем. Значит, пишется программа, что-нибудь связанное с фантастикой. Совместно идет и детский конкурс рисунка, то есть фантастического. То есть именно делать праздник фантастический в определенном саданном регионе. Вот, видите, больше понравился столичным гостям наш город. А декламируются какие-то произведения? Ну, конечно. Всегда будут презентации. Значит, в этом году это будет, наверное, все видели фильм «Учислитель», уже про него многие слышали. То есть Громов лично, он писатель, он стал автором сценария. И фильм будет презентовать именно в Рязани. На большом экране в Рязанском театре, музыкальном театре. То есть на самом деле приедет и автор, и съемочная группа. Так что на самом деле придется. Ждем Булкьяненко. Он приедет, значит, продвигать свой проект «Застава», где коллектифакторов работает. Так что его тоже ждем. Что это дает писателям, кроме того, чтобы быть ближе? Ну, как? Общение с народом – это очень важно. Например, Александр Громов, которого я безумно уважаю, мой любимый писатель, он был, кстати, в восторге от Рязани. То есть обычно говорят, что это такая большая деревня. На самом деле они посмотрели Солучью, Рязанский Кремль, и вот человек впечатлили. Мы сильно изменились, на самом деле. Мы сильно, ну, тем более надо приятно радовать. То есть для них это на самом деле было выделение, что у нас сохранены и традиции, и старый город, то есть Кремль, и вот что новое. То есть это было приятно. И, как сказать, что мы свои достопримечательности доводим до этих авторов. И вполне возможно, что в произведениях ведущих авторов появляется и наша Рязань. Наше десантное училище, на Старый Кремль. Все-таки это тоже бонусы для нашего города. На что ориентируются писатели обычно? Вот приходит какое-то вдохновение. Наверное, журналисты тоже отчасти так работают. Вот вдохновение пришло тебе, а понравится должно остальным в том числе. Ну, как сказать, я не считаю, что это узко-специализированный жанр. Возьмем в советские времена. Он очень сложный. Да. Очень много было писателей, фантасты были как-то задвинуты. Это считалось так буржуазным. Где теперь эти писатели? Кто их помнит? Остругацкий, Баучевы помнят до сих пор. Алексей Толстов помнит прежде всего. Ну, потому что часть в школьной программе. А вот тут все-таки захотел, взял книгу, не захотел. Значит, она прошла мимо, к сожалению. Вот я про это и говорю. Что именно фантасты? Те, которые писали замечательные книги, на самом деле, книги, которые нужны, воспитывают людях добро и лучшие качества, они остались. А вот то советское, что нам пытались навязать эту литературу, как говорится, соцреализма, ну, где она теперь? Где эти авторы? Мы их не помним. Мы их не знаем. То есть, получается, классика есть классика. А когда пик популярности фантастики, как вы считаете, настал или настает? У моего любимого Александра Громова «За пруды из песка» есть такой роман. Там замечательные есть вещи. Там, значит, идет отбор в спецгруппу, так сказать, будущих космонавтов. Их спрашивают. Вы верите, что Россия в 90-е годы все-таки может полететь на Марс, снова полететь на Луну? И вот там отбираются люди, верят или не верят. То есть, может сказать, фантастика, как это может в 90-е годы о России, что она может куда-то еще чего-то полететь. А ведь у нас, тем не менее, на самом деле собираются и полеты на Марс, ну, то есть, я считаю, что это именно люди, фантасты прописывают, какое должно быть будущее. Вот мы сейчас имеем в карманах все мобильники, да, телефоны. Для нас это нормальное явление. Еще 20-30 лет назад это была фантастика. Ну, самое главное, что писатели-фантасты об этом писали. Первый мобильный телефон появился, по-моему, в романе 1920 года. Там уже мобильный телефон, который, ну, правда, он еще в чемодане помещался, потом в портфеле, но все-таки тогда уже был. То есть, фантасты, предсказы, как это будет. Человек будет летать без крыльев. Вот недавно видели, вот летали над Дубаем там два человека. То есть, все, что фантасты предсказали, то оно и сбывается. Ну, как в старые русские сказки. Есть печь, поехала печь. Есть тарелочка с яблочком, пожалуйста, мы получили телевизор. Ну, может быть, стоит вечерами писать книги, а днем заниматься научными исследованиями тогда? Чем занимаются обычно писатели вот в повседневной жизни? Ну, пускай каждый занимает своим делом. Если человек умеет писать, его читают, то есть, его покупают. Я говорю сейчас о пророчествах таких вот развиваются. К сожалению, мы имеем мало примеров, когда ученые писали что-нибудь хорошее, наоборот, когда писатель что-нибудь придумал великолепное. Если был Артур Канан-Дойль, да, он познакомился с нашим академиком Павловым. И, например, написал после этого роман «Остров доктор Моро». Это значит, о чем говорит? Человек-писатель должен получить материал. А уж он его сумеет воплотить то, что людям надо. То есть, на самом деле, пример такой. Вот «Собачье сердце», все знают этот фильм, все читали. Кто это про образ? Ну, там, Мечников. Я считаю, что все-таки это Павлов, потому что они и больше похожи, все дети. На самом деле, был момент, когда Павлов встречался с Гербертом Уэллсом. После этого получился роман. Вот вам, пожалуйста, реализация того, что сейчас мы имеем. Вот собирается тоже голову кому-то отрезать и перенаживить. Человек будет с новой головой. Пожалуйста, это у Александра Беляева глава профессора Дойля. Вот фантастика, вот реальность. Давайте ближе к фестивалю. Когда он все-таки стартует? С 15-го числа, насколько я знаю. Сколько дней? Как чего пройдет, чтобы телезрители знали? Все это самое главное, самое вкусное. Продолжение в субботу в 10 часов и взрослых, и детей ждут в библиотеке имени Горького. Там будут мастер-классы. То есть, можно будет и фотосессия, и познакомиться с авторами, и подписаться у них. И будет лекция, и будет представлен цикл застава. Возможно, при этом саму Лукьяненко. В тот же день, в 7 часов, в Рязанском музыкальном театре на Солковского, мы увидим, наконец-то, этот фильм в хорошем качестве, а не тряпкой в интернете. Перед этим будет бард-концерт. Наши рязанские барды, в том числе и моя любимая Элла Хрусталева. Будут песни, связанные с прекрасным, далеким, фантастическим миром. Кроме того, еще не поздно детям принести свои рисунки, желательно на фантастическую тему, чтобы поучаствовать в конкурсе детского рисунка. А призы ребята ожидают? Да, ну-ка, разумеется. Каждый фестиваль – это призы. Так что, все будет очень интересно. Я лично, мне придется присутствовать на встрече с рязанскими фантастами, с рязанскими авторами. Не знаю, будет ли это кому-то интересно. Надеюсь, придут. Но сам пойду смотреть все-таки в музыкальный театр в 12 часов в субботу. Там откроется мульт-ретроспектива. То есть 40 лет советской мультипликации, где Владимир Тарасов представит свои фильмы. Очень любимые фильмы «Перевал», «Контакт» и «Контракт». Ну, «Контакт», да, если у вас будет время, вы можете этот маленький замечательный мультик показать. Где вы берете настроение, вдохновение? Вот в современный век с этим очень сложно. Вот по большому счету, куда ни глянь, да все уже есть. Придумать что-то сложно, а еще сложнее. Вот сейчас уже представляется фантастикой, что ребенок сам приходит в библиотеку и просит почитать именно книгу. Мы привыкли что-то скачивать, все с электронными гаджетами. Считаете, что это немножко все-таки уходит? Да, к сожалению, ребенок сейчас не приходит в библиотеку, а скачает интернет из планшета. Я помню, как мы несли книги, то есть мы их несли вот в двух руках. Да, это еще достать надо было хорошую книгу. Да, и ждешь свою очередь, все правильно. А уж купить это вообще, давали на ночь почитать, я сам помню, сам брал и сам давал. К сожалению, для писателей современных это… Ну, даже по самолюбию небольшое все-таки. Дело в том, что одно дело самолюбие, другое дело материальной жизни. То есть, чтобы писателю писать, ему надо на что-то жить. На что-то жить, надо издаваться и продаваться. Книжек сейчас продаются очень мало. Даже я общаюсь с хозяевами книжных магазинов. Катастрофа, особенно это кризис, тоже дают о себе знать. Мало книг почитают печатных, но зато много качают в интернете. Возможно, когда-нибудь у нас законодатель, так сказать, чтобы и автор что-то с этого получал. Ну, не знаю, будет или не будет. А как приходит вдохновение, ну, в одной книжке… То есть, один ребенок мне очень умный сказал, что я знаю, как пишут писатели. Ну-ка, расскажи. Он садится за стол, вздерошивает себе в шевелюру и начинает писать. А это отчасти правда. Да, да. Ну, не у всех писателей есть шевелюры. Очень многие найти это без шевелюры. Но, я скажу, что так вдохновение приходит неожиданно. И человек, особенно фантаст, творит так, неожиданно того для себя. К примеру, вот интересная тема, которая не затронули. Например, есть один роман, который назывался «Умный дом». В котором просто человек приходит в дом, который умный, и сам за него решает, что ему делать, как ему жить, как ему удобнее быть. Ну, вот мы сейчас получаем систему, что опять внедряет в европейскую систему «Умный дом». Уже все подогрели, все включили. Да, уже все подогрели, человек пришел, на него кофе налили, все это готово, понятно. Вот так придумал человек, он так захотел. Вот оно реализовалось. А что касается еще, кто мы затронули тему аризанских авторов, то есть, многие их не знают, к сожалению. Но вот у нас их очень много. Вот я очень советую прийти к тем, кто любит жанр фэнтези и юнической фэнтези, Галина Романова. У нее, по-моему, штук 20-30 романов уже написано. Очень половина рязанских авторов. До этого тоже на бюллетеке Горького будет встречаться. Спасибо за эту встречу. Ну, что я могу сказать. Фантазируйте больше, мысль материально. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова